Коллажи из советского прошлого в графике, парижские улицы маслом и афорты с видами Самары, а все вместе открытые окна. Свою первую персональную выставку Наталья Кокошкина решила назвать в соответствии с разноплановостью своего творчества. Работы выставлены в холле дома Самарской организации Союза журналистов. И каждая из них как будто приоткрывает завесу авторского взгляда на город, страну или эпоху. Чем я была увлечена, я то и рисовала. Не для продажи я рисовала, потому что я не могла это не сделать. Я чем увлекалась, может быть даже читала что-то из истории, может быть узнавала даже какие-то новые технологии изготовления старых вещей, для себя что-то открывала. В профессиональном сообществе художников считают, что главное направление в творчестве Натальи Кокошкиной это афорт. Оттиск с гравюры на меди или цинке с рисунком протравленным кислотой. Техника очень сложная, в которой в Самаре работают лишь единицы. И уж совсем не женское дело, но именно афорт принес многим художникам мировую славу. Это чистое рисование, но иглой. То есть ты царапаешь медь или цинк, подготовленную специальным лаком, царапаешь этот лак и потом травится. Но там каждая линия имеет уже точка, каждая точка имеет значение. Еще одна сложность афорта – материалы чрезвычайно дорогие, зато если работа удалась, затраты многократно окупаются. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События.